Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Съезда народных депутатов СССР о политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года. В сопроводительной записке к законопроекту о пакте Молотова-Риббентропа отмечается, что постановление Съезда народных депутатов СССР не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны, внешних сил. В сопроводительной записке также указывается, дальнейшее действие постановления на территории Российской Федерации, искажающего суть исторических событий, их причин и последствий, не отвечает государственным интересам России и создает почву для спекуляций, направленных на раскол гражданского общества и обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наряду с Гитлером. Постановление о пакте Сталин-Гитлер 1989 год фактически признано политически вредным. Россия заботливо скрывает от своего общества правду о Второй мировой войне, о постановлении 1989 года, которым страна фактически пыталась стать частью цивилизованного мира, отменяется. Излишне даже говорить, какой резонанс это вызовет среди пострадавших от советской оккупации и злодеяний советской армии стран и народов, и какое отношение породит к России, которая и сейчас не особенно блещет. Близится столетие другого античеловеческого пакта – Ленина-Ататюрка, который касается геноцида армянского народа, оккупации земель и депортации. Москва и Анкара должны определяться с пролонгированием пакта. Два пакта, которые будут вечным клеймом на лики России, пока их не осудит именно Россия. Уберечь государственность Армении и Республики Арцах. Итак, 6 февраля 2020 года по инициативе депутатов фракции МОИШАК Национального собрания Республики Армении, далее НСРА, обслуживающие запросы премьер-министра Республики Армении Никол Пашиняна, читайте обслуживающих поручения заокеанских укловодов в нарушении действующей Конституции Республики Армении, а также в обход соответствующих положений, предусмотренных Конституционными законами о регламенте НС и о референдуме РА, содержащими обязательные требования о представлении данного проекта закона в Конституционный суд Республики Армения, принят закон о вынесении на референдум проекта изменений в Конституции РА. До принятия данного документа относительно этого правового беспредела было написано множество статей со стороны авторитетных правоведов, специалистов в области конституционного права. Более того, были даны десятки профессиональных и исчерпывающих разъяснений, подробно описывающих антиконституционность принятого Николоваевскими депутатами данного законопроекта. Волею случая в эти дни президент РА Армен Саркисян оказался в Армении, везет же Николу Ваевичу и своей дорожайшей рукой обессмертил этот пресловутый переговор к конституционному строю РА. Как было отмечено в заявлении пресс-службы президента РА от 11 февраля сего года, руководствуясь положениями статьи 206 Конституции, согласно которого президент назначает референдум в трехдневный срок после принятия национальным собранием постановления о проведении референдума, президент РА подписал указ в соответствии с чем на 5 апреля 2020 года назначен референдум по конституционным изменениям. После подобной подачи материала со стороны пресс-службы главы государства, у неискушенного читателя могло сложиться впечатление, что президент Республики Армении якобы был обязан подписать это решение НСРА. Все бы так, если бы не одно весьма существенное обстоятельство. Так, буквально на следующий день после принятия НСРА решения о проведении референдума, 132 достаточно авторитетных специалистов в области юриспруденции выступили и подписались под заявлением, в котором весьма убедительно доказывалась антиконституционность данного решения НСРА. Это заявление было опубликовано в десятках интернет-изданий и было своевременно направлено в канцелярию президента Республики Армении. Подписав это решение НСРА, президент РА тем самым благословил теперь уже конституционный переворот в Республике Армения. Почему я употребил слово «теперь уже» может вполне резонно задаться вопросом уважаемый читатель. Смею напомнить читателям, что недалее как 4 августа 2019 года И.А. Регнум опубликовала мою статью «Промедление с отстранением диктатуры уроза безопасности Армении». Уже тогда ваш покорный слуга вычислил алгоритм действия заокеанских кукловодов по разрыхлению основ армянской государственности. И вовсе не потому, что я являюсь этаким новоявленным политическим пророком, а просто по той причине, что у меня неплохая память. Я вспомнил технологии цветных революций, в частности, так называемые революции РОС, совершенные в ноябре 2003 года в Грузии, оранжевой революции январь 2005 года в Украине, тюльпановой маковой революции в Киргизии в апреле 2005 года, ну и, конечно, еще свежие были в памяти подробности технологий свержения законно избранной власти в Украине в результате Евромайдана, ноябрь 2013-январь 2014 года. В полной аналогии с вышеуказанными сценариями в апреле-майе 2018 года произошел также и государственный переворот в Армении, естественно, с армянской спецификой. Внимательно анализируя события последних дней, члены правления партии Национальное единение, руководителем которой я имею честь быть, приняли решение в связи со сложившейся в Республике Армении сложной ситуацией посоветоваться о наших дальнейших действиях с руководителями территориальных подразделений Марзов, областей, партии по выработке единой позиции на предстоящем референдуме по изменениям в Конституции РА. Буквально спустя час после первых телефонных консультаций с нашими коллегами из Марзов, областей, заместитель председателя партии, экс-министр внутренних дел Армянской ССР Леон Акапович Голстян с офицерской выправкой и улыбкой на лице, войдя в кабинет, заявил, «Дай команду прекратить эти консультации», и я с легким недоумением спросил, а с чего бы это? Оказалось, что все шестеро из руководителей территориальных организаций, до кого он успел дозвониться и обменяться мнениями, правда с почтением, но и гневными нотами в голосе, будто сговорившись, единодушно заявили, что, видать, неадекватность властей РА распространилась и на руководство нашей партии. Разъяснение причин своего уникодования со стороны наших товарищей по партии было вполне понятно. Когда наша родина, республика Армения, пребывает в состоянии ни мира, ни войны, когда за последний год население страны сократилось на 26 тысяч человек, когда фермеры изнывают под бременем неоплаченных долгов, когда каждый четвертый гражданин страны живет ниже уровня бедности, а в это же время революционные власти заладили с этим издевательским референдумом, а руководство партии «Национальное единение», как им показалось, мало того, что это принимает всерьез, но и консультируется на сей счет, то это, по их единодушной оценке, уже перешло за границы разумного. Возразить нашим друзьям по партии нам было не под силу, да и ни к чему. Признаемся, что это смог бы разве что Никол Ваваевич, наш непревзойденный популист. Причем, оговорюсь, что переубедить он их не сумел бы, но позабавить вне всякого сомнения у него бы получилось. Не стану повторять, что формирование ручного для народного премьера Конституционного суда – это одно из главных звеньев проталкивания через КСРА пресловутой Стамбульской конвенции, ждущего своего часа принятия закона о переделости собственности, а главное – принятие навязываемого из-за бугра капитулянского соглашения по урегулированию Нагорно-Карбахского конфликта, преследующего вполне конкретную цель – размещение меров творцев НАТО. Надо полагать США и Турции по периметру границ Республики Арцах и в 105-километровой зоне безопасности вдоль границы Замгелана, Джебраила и Физули с Исламской республикой Иран, в настоящее время контролируемые вооруженными силами Республики Арцах. Сама же кампания по агитации за или против принятия поправок в Конституцию РА вне всякого сомнения придаст второе дыхание антигосударственной политики народного премьера, нацеленной на дальнейшее углубление раскола в армянском обществе, разделение на черных и белых, революционеров и реваншистов. Или же, называя вещи своими именами, референдум по поправкам в Конституции РА действенное средство дальнейшего расшатывания основ армянской государственности, являющейся вожделенной мечтой Абширонского султана и его турецких покровителей. Однако, хотелось бы разочаровать Николу Ваваевича и сотоварищи, что иницируемая ими эта антинациональная затея проведения референдума обречена на провал. Задача же всего здравомыслящего армянства – уберечь государственность Армении и Республики Арцах от возможных опасных рецидивов, навязанной из-за океана диверсий, разрыхляющей основы армянской государственности. Арка, с 1 июня 2020 года обладатели обычных паспортов Республики Армения вновь получат право ездить в Китай без оформления визы, сообщает армянский МИД. Соглашение между Арменией и Китаем о безвизовом въезде для обладателей обычных паспортов вступило в силу 19 января текущего года, однако с 31 января до 31 марта его действие было временно приостановлено с учетом эпидемической ситуации в Китае, обусловленной коронавирусом. Позже запрет был продлен до 31 мая. В армянском внешнеполитическом ведомстве отметили, что 31 мая завершается срок временного приостановления соглашения между правительствами РА и КНР об устранении требования въездной визы для обладателей обычных паспортов по принципу взаимости. При этом МИД РА призывает граждан РА планировать поездку в Китай только в крайне неотложных случаях. Одновременно сообщаем, что при планировании поездки граждане Армении до отъезда в Китай должны заполнить соответствующее заявление о состоянии здоровья, а по прибытию в Китай отправиться на 14-дневный карантин в указанном месте за собственный счет, говорится в заявлении МИД.